Все материалы сюда подвозят точно по графику. Напомню, еще в конце апреля тут был пустырь. Устройство земляного полотна тогда начинали железнодорожные войска в законном округе. В больнице будет рассчитано на 200 коек. Объект должен развести рекордно быстро уже к июлю. На данный момент завершены работы по фундаментной плите. На него шло 2500 кубометров бетона. Фактически за победные майские дни здесь выросла коробка будущей больницы. Военные строители смонтировали 540 тонн металлокаркаса. Сейчас завершают монтаж стеновых панелей. Быстро возводимое здание строят по типовому проекту Минобороны. Все архитектурные решения, тот же цвет больницы, согласовались с властями региона. Параллельно уже идут работы внутри постройки. Здесь возводят перегородки и делают стяжку пола, чтобы трудиться можно было даже в темноте, в помещениях и по периметру снаружи обустроили освещение. Работы, организованные в круглосуточном режиме, привлечено 630 человек и 85 единиц техники. Проектом предусмотрено строительство КПП, локальных очистных сооружений, дизельной подстанции. Общая готовность строительно-монтажных работ на сегодняшний день составляет 16%. Платные парковки в центре Воронежа снова стали платными. В мэрии объявили о переходе проекта к обычному режиму работы. При этом воронежцам дадут немного времени, чтобы адаптироваться к изменившимся правилам и штрафовать за неоплату стоянки наступные сразу. Административные комиссии, как ожидается, вернутся к работе только 18 мая. С этого же дня начнут истребовать в ГИБДД персональные данные нарушителей. Напомню, в бесплатный режим работы городские власти перевели парковки 19 марта, чтобы уберечь воронежцев от поездок в общественном транспорте и снизить риск заражения коронавирусом. К тому времени в регионе уже выявили первые два случая инфицирования. Этот режим должен был действовать две недели. Но потом его продлили из-за начала периода нерабочих дней объявленного президентом. По сообщению синоптиков, завтра 14 мая днем по области и в Воронеже облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Температура воздуха по области ночью 10-11 градусов тепла, днем от плюс 13 до плюс 18 градусов. В Воронеже днем до плюс 13, ночью до плюс 11 градусов. Геомагнитная обстановка завтра спокойная. Требуются специалисты на строительство. Вахта в город Санкт-Петербург. Зарплата высокая. Телефоны 8 932 610 2932. 8 932 610 3932.